Привет, друзья! С 10-11 октября вас ждет невероятный сюрприз – выход премьерной серии нашего аудиосериала «Музыка души». С понедельника по пятницу в 19.00. Не пропустите! Однажды бездомному из Детройта Стэнли Нельсону сердобольная женщина подарила набор для бритья и бутылку воды. Ему тут же захотелось привести себя в порядок, так как в ванной комнате у бродяги, конечно, нет. А в общественное заведение его вряд ли пустят. Стэнли устроился возле лужи, в которой споласкивал бритву. Конечно, бриться на улице в кепке и без зеркала очень неудобно. Крем для бритья оказался у мужчины не только на лице и подбородке, но и на бровях, ресницах, на руках и даже на куртке. Соскребая с намыленных щек щетину, Стэнли заметил полицейского, который явно направлялся к нему. Опыт подсказывал бездомному, что встреча не сулит ничего хорошего. «Простите, сэр», – пробормотал Стэнли. «Я сейчас уйду». «Нет, тебе же нужна помощь», – услышал он неожиданный ответ. Офицер взял из рук оторопевшего бездомного бритву и аккуратно побрил не хуже любого парикмахера. Очевидцы сфотографировали эту сцену и опубликовали снимок в Фейсбуке. Джереми Томас, который работает в полиции с 2016 года, стал героем соцсетей. «Просто необходимо помогать людям», – говорит он. «До этого я был добровольным пожарным, и мне всегда нравилось помогать людям». Он считает, что так должен поступать каждый человек. «Просто знайте, что в любой момент вы можете оказаться на его месте. Никто не лучше другого. Вы сейчас в лучшем положении, поэтому используйте эту возможность, чтобы позаботиться о ком-то другом». А Стэнли до сих пор не может поверить в произошедшее. «То, что он сделал, для меня просто невероятно. Он не обязан был этого делать. У него доброе сердце, и Бог благословит его. Друзья, будьте богаты не только финансово, но и душевно. Помочь детям и взрослым может каждый. Все, что для этого нужно – желание. Желание помочь. Тот, кто считает, что помощь заключается только в финансах, заблуждается. На деньгах счастье в жизни не заканчивается и с ними не начинается. Есть еще любовь, без которой жизнь вообще не имеет смысла. Есть еще понимание и сочувствие. Гораздо ценнее для человека чувствовать, что в него верят, и готовы помочь иногда совершенно посторонние людей. Помощь не обязательно должна быть материальна. Очень часто людям требуется ваше участие, кому-то нужен ваш совет или подсказка. Если вы обладаете какими-либо ресурсами, знанием или временем, поделитесь этим с тем, кто в нем нуждается. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.